Продолжаем тематику китайских реплик на знаменитые ножи. Если кратко, очень рекомендую Широгор в ЦАО. Рубикон очень на любителя, в общем далее подробнее. Пришло все в картонной коробке. Упаковано хорошо плюс небольшие подарки в виде два универсальных карабинов. Начнем пожалуй с ножа который попросил заказать меня друг, спидерка Рубикон. Алиэкспресс, Хом, Стор, Продакт, Фри Шиппинг, Нью Найф, Рубикон, G10, 440, 100, Болбэрин, Флиппы, 100, 187, Outdoor, Edge, Hand, Tools, 1413,095, 32,430,702,185, HTML, 25 долларов, у данного продавца я когда-то заказывал спидерка Савилен и честно говоря не прогадал, хоть и оригинал в руках никогда не держал. Нож до сих пор со мной и находится в отличном состоянии. Но в этот раз прошло не все так гладко. Нож лично мне не понравился и имеет пару существенных минусов, но обо всем по порядку. Коробка такая же как и у Савилен плюс внутри карабин. Общая длина 21,5 санти. Длина лезвия 8,5 санти. Толщина клинка 4 мм. Материал лезвия 440-100. Механизм открытия, Флиппа. Закрытая длина 12,7 санти. Материал ручки, Блэк G10 плюс Оранж G10. Вес, 205 года. Как можно заметить, то разница с оригиналом есть. Рукоятка не карбоновая, металл не КМСС-35, да еще и вес почти в два раза больше. В целом нож сделан добротно. Все подогнано хорошо, выглядит брутально. Заточка немного хромает, даю где-то 75%. Подвод ровный, но не все так гладко, как может показаться. Итак, что же мне крайне не понравилось и вызвало неудобства. Один, вес. Он почти в два раза больше оригинала. Для кого-то это будет плюс, так как в руке чувствуется. Можно в кого-то запустить и будет больно, но для меня он тяжеловат. Два, механизм Флиппера не на очень хорошем уровне из коробки, Т. Я надо будет подшаманить. Для того, чтобы клинок открылся, нужно делать не очень мною любимое движение рукой, выброс. Три, механизм упора просто кошмарно неудобный. Во-первых, надо приложить недюжую силу, чтобы его закрыть, во-вторых, упор очень неприятно впивается в кожу своими зубьями. Единственное место, при котором можно спокойно закрыть одним пальцем нож, это у самого основания клинка. Я не знаю, как дела обстоят в оригинале, но это крайне неудобная конструкция для меня. Четыре, зубчатая вставка на рукоятке. Я так понимаю, что сделана она для лучшей цепкости с рукой при интенсивной работе или же если руки мокрые. Так как при каких-то интенсивных движениях вы будете жимать довольно сильно в руке рукоять, то я вам гарантирую, от этих зубьев будет крайне неприятное ощущение на коже. В целом нож лежит комфортно в руке. Но все эти минусы напрочь отбивают желание пользоваться этим ножиком. Возможно, это мои прихоти и кому-то этот ножик придется по душе, особенно для людей, у кого более грубые и мощные ладони. Моему знакомому нож понравился и он не жалеет потраченных денег. Если вы любите эту модель и она вам симпатична, берите, она сделана качественно и своих денег стоит, но тогда нужно быть готовым к неудобствам, о которых я упомянул выше и с разницей в составе материалов. Заточка где-то в районе 75%. Он вроде и режет, но в начале и конце начинает рвать. Советовать к покупке не могу и наверное не хочу, так как нож оставил у меня какие-то смешанные чувства. Вроде сделан добротно и качественно. И выглядит симпатично, но неудобства в конструкции, а также вес, для меня стали решающим выводом. И этот вывод явно не в пользу этого ножа. Но далее слиток золота. Нож, который заставляет сердце биться чаще и приносить безумную эйфорию. Мой верный друг и любимчик всех моих знакомых, кто хоть раз подержал его в руках. Я говорю о Швейрагорове 95, AliExpress, Home Store Product, Free Shipping, Швейрагоров 95, New Outdoor Folding, Knife Blade Material 9, Кр 18, Moff and Handle Material TC 4G10 Outdoor, 1779 114, 32,365,985,370, HTML, 65 долларов, 0,0. Как-то вечером, бороздя просторы ютуба, я наткнулся на интересный обзор ножа от Широгоровцев. На тот момент я вообще не знал, что это за ножи, откуда они и с чем их вообще едят. В общем, не будем ходить вокруг да около. Но автор был в безумной эйфории от данного ножа и мне почему-то тоже захотелось такой. В общем, так как оригинал стоит баснословных денег, было решено взять китайскую реплику, которая оказалась точной копией один в одном. Логотип на коробке немного потерт или отсырел. Ну а внутри наш герой плюс карабин. Общая длина, 223-2000, длина лезвия, 95 мм, толщина клинка, 3-8 мм, материал лезвия, 9KR18 Moff, 59-60 КРК, материал ручки, G10 Plus TC4, механизм открытия, флипа, вес 150 граммов. Как я понял, первые модели реплик имели недостатки и погрешности в сборке. Но китайцы не стоят на месте и растут на глазах. У них получилось в своем роде чудо, которое не хочется выпускать из рук ни на секунду. Как по мне в нем все идеально, придраться абсолютно ни к чему. Заточка и подвод из коробки на 100%. Бреет как меч самурая, а бумагу расщепляет на атомы, конструкция всех механизмов и сборки просто шикарна. Подогнано все идеально, ни одной кривости, ни одного мелкого грешка. Флиппер выстреливает без проблем и на этот раз не нужно делать дополнительных выбрасывающих движений рукой. Несмотря на довольно-таки длинное лезвие, нож не считается холодным оружием. В руке лежит как влитой. Вес просто идеальный, нож практически никак не утяжеляет руку. Но про заточку я уже говорил. Еще ни одного ножа из Китая не видел на таком высоком уровне. Простите, что не сильно многословен, так как переполняют эмоции и боюсь перехвалить и наговорить лишнего. Этот нож действительно достоин внимания и обязательного приобретения. Его не стыдно достать из кармана пиджака, он наполнен харизмой и сделан с душой, пусть даже китайской. У широгоровцев получился как по мне идеальный нож. Ну а китайцы идеально сделали его копию. Этот нож будет просто шикарным подарком для всех, кто любит, коллекционирует и постоянно пользуется ножами. Для меня это стало очень большим открытием и Поднебесная приятно удивила. И со стороны обычного потребителя я ставлю этому ножу 11 из 10. Подробно и более досконально разглядеть ножи вы можете в моем видео. Пожалуйста не забудьте поставить лайк и написать комментарий.